Пророки и гении зиждут Родину. И тот, кто ищет путей к России, тот пусть идет к ее гениям и пророкам, ибо они подняли на свои плечи наши бремена и наши слабости, наши страдания и беды, и приняли дары нашей природы и нашего духа, и, поставив нас во всей этой данности перед лицо Божие, открыли наши очи и отверзли наш слух, и дали нам мощный язык, и закалили наши сердца, и выговорили за нас и от нас символ нашего национального богоприятия. Они показали нам и то, чем мы призваны быть, и то, к чему мы способны, и то, как нам восходить на эту высокую и трудную гору. Это наши живые алтари, наши очаги, наши ангелы-хранители. Тот, кто нашел свою Родину, тот знает ее гениев и пророков и испытывает их, как своих учителей, вождей и ангелов-хранителей. И тот, кто ищет путей к своей Родине для того, чтобы открыть их детям, пусть ведет их к гениям, пророкам и вождям своей Родины. Не случайно я вспомнила слова философа Ивана Ильина. Говоря об объединяющей народ, национальной идее, мы говорим о гениях, создающих эту идею. Здравствуйте! С вами программа «Русская культура. Истории О». Имя Сергея Есенина в этом году звучит особенно звонко. Страна отмечает 120 лет со дня рождения великого поэта. В чем величие его? В песенности и лиричности слога? В образности и метафоричности языка? Пожалуй, прежде всего, в том, что строки, написанные им более ста лет назад, по сей день являются объединяющим народ началом. Есенин – поэт соборный, объединяющий. На протяжении многих лет Есенин остается культовым символом, героем национального мифа, объектом стихийной канонизации. Этот факт еще в 1931 году отметил Николай Бердяев, писавший о посмертном культе личности поэта в России. Воспользовавшись терминологией польского исследователя Ежи Шакальского, можно сказать, что мы сталкиваемся с феноменом сакрализации фигуры Есенина. Ольга Ефимовна Воронова уже многие годы изучает творчество поэта. Ей принадлежат многочисленные труды, исследовательские работы, книги. В ее работах и встречаются рассуждения о соборности поэта Есенина. Есенин поэт не только России, но и всего мира. Его стихи переведены на 150 языков народов мира. И каждый народ находит в нем что-то свое. Немцы и австрийцы называют его русским Моцартом, англичане русским Гамлетом, французским или русским Франсуа Виньоном. То есть, как во всяком великом поэте, в нем есть общечеловеческое начало. Поэтому он так интересен читателям, почитателям поэзии всего мира. Ольга Ефимовна перечислила отклики современников и потомков поэта. Невымышленный персонаж Достоевского, Пушкин XX века, крестьянский Тургенев, Новый Орфей, Дон Кихот, деревни и березы, сельский Гамлет, русский Моцарт. Это все о нем. О деревенском златоглавом пареньке, рязанском леле, с пронзительно синими глазами, душой поэта и призванием пророка, поднявшимся из глубин крестьянской Руси к высотам мировой славы. Есенин – это сама Россия. Теперь уже не вспомнить, кто первым произнес эти слова. Важно лишь то, что сказанное оказалось истиной, воспринятой миллионами читательских сердец. В трудах Ольги Ефимовны Вороновой можно встретить рассуждения о Есенине как образе архетипа национального характера со всеми его непримиримыми противоречиями и неразложимой цельностью духовной первоосновы, явленной миру в живой плоти и крови. О русском скитальце в особом понимании его трагической и высокой миссии. Сегодня биографию и творчество Есенина изучают во всем мире, пытаются проникнуть в тайну его, казалось бы, простой и всем понятной, близкой лирике. Многие ученые сходятся в одном – важно лишь то, что поэт любил свою родину и прежде всего малую, землю рязанскую. Поэтому в его строках часто встречаются мотивы и образы, которые переносят читателя в Константинова начало XX века. В стихах Есенина, именно в тех стихах, которые посвящены родному Константину, вообще сельской жизни, вдруг мы с вами можем обнаружить, что он оглушает не в «к», как требует норму литературного языка, а в «х». Например, рифмы же требуют, и мы, когда читаем стихи Есенина, мы должны помнить о том, что мы должны сохранить рифм. И поэтому, если у него используется конец строки, слово «петух», а дальше рифмуется со словом «лук», то есть там, например, где пасутся козы, коровы. Мы знаем, что в литературном языке мы должны произносить «лук», а у него рифмуется со словом «петух». Значит, «петух» — «лух». В других стихах он рифмует абсолютно правильно, когда на конце слова оказывается согласное «г». И речь идёт совсем не о том, потому что иногда даже мне задают вопросы. А что, Есенин всё-таки совершает ошибку? Он всё-таки не знает, как правильно должно оглушаться «г» на конце слова? Конечно, нет. Есенин прекрасно владел нормой литературного языка. В том-то и дело, что он делал это совершенно сознательно, потому что ему так хотелось передать даже звук, звучащую рязанскую речь. Диалектизмы, используемые Есениным, не случайны. Именно так он отображает колорит родной земли. Так он позволяет читателю почти физически оказаться в той среде, в которой жил сам. Вы знаете, в науке ведь давно уже изжили отношения к диалектам как к некой неправильности, как к искажению литературного языка. Уже, слава Богу, утвердилось представление о диалекте как о памятнике народной культуры, народной речи, языка. Потому что диалекты дают нам представление о том, каким был русский язык несколько столетий или даже много столетий тому назад. Потому что литературный язык в процессе своего длительного развития утратил многие явления. И уникальное явление, совершенно поразительное, потрясающее, что диалекты до настоящего времени сохраняют то, что литературный язык утратил много-много столетий тому назад. И это позволяет нам изучать русский язык в его истории, понимать, откуда взялись те или иные слова, потому что с точки зрения, например, литературного языка объяснить их значение невозможно. И вот эти тайны для нас открывает именно народная речь. А рязанская речь отличается звучностью, певучестью, образностью, яркостью, сочностью. Вот мне кажется, что если бы люди слушали бы диалектную речь, внимательнее к ней относились, то и речь городских жителей могла бы быть гораздо-гораздо ярче. В далёком 1965 году Сергей Романов сделал первый снимок, посвящённый пейзажам родины Сергея Есенина. Сейчас это большой проект. Вы знаете, русскому человеку решиться на то, чтобы отдать дань уважения национальному гению, в общем-то, немного нужно решительности. Я его люблю, некоторые вещи я считаю его просто гениальными, хотя он и не является моим любимым поэтом. Он ведь, понимаете, если так глубоко, если это вас интересует, то его поэзия, лирическая, разумеется, поэзия – это выражение самых основ бытия любого человека. Но таких, знаете, биологических основ. Молодость, любовь, уход молодости, старость, разгул, да. И он это гениально выразил через поэзию. У него нет интеллектуальности, как, например, у Заболоцкого или Убродского. Он велик именно эмоциональным откликом поэзическим на движение нашей души. Чисто эмоциональный. В каком смысле он певец именно того самого простого народного чувства бытия, которое, собственно говоря, есть для большинства из нас основа всей жизни. Вот этим он велик, поэтому он и любит его народ. Фотографировать пейзажи, которые когда-то вдохновляли великого поэта, оказалось делом, лейтмотивом, проходящим через всю творческую жизнь фотохудожника. Когда я размышлял и думал, читал и поэзию, и критическую литературу, мне показалось, что у него есть некие определенные доминантные точки, некие сущности. Ну, если так вот для примера, да, небо, земля, зима, лето, да, там, дорога, да. Вот именно базируясь на них, я и стал искать сюжеты для своих визуальных реконструкций. Вы заметили, наверное, у меня дорога, да, храм, да, там, у него храм, дорога, зима, лето, да, вода, вот, туман, предположим, да. И все это вот изображено мною, а мотивы я черпал у него, как основополагающие точки. То есть он мне дал, как бы, такие, знаете, есть такое понятие, реперные точки, вот реперные точки, базовые. А я уже пытался это визуализировать. Как говорит Сергей Романов, в фотографии есть все художественные средства, чтобы зрительно обозначить образы из поэзии Есенина. Вообще фотография обладает неким набором изобразительных средств, которые позволяют именно, позволяют выразить именно иммажинистические направления в литературе начала 20-го века. Я их здесь не использовал, за редким исключением там есть некоторые вещи. Но композиционно, вот, я пытался делать так, чтобы все работы были уравновешены, вот, централизованы, статичны, с тем, чтобы выразить некие фундаментальные вещи, которые, собственно, я и пытаюсь выразить. И вот это я передавал через композицию. Выразить свою любовь к поэту так или иначе пытаются многие люди, связанные с творчеством. В музее Сергея Есенина в Константиново к юбилею выставили уникальные мемориальные вещи, которые обычно находятся в фондах в связи с особым режимом хранения, а также предметы, посвященные поэту. Две работы, одна из них, вот эта, это «Шерлемань». Этот портрет считается одним из лучших портретов Сергея Есенина. И, кроме того, работа Якушевского, которая находится у меня со спиной, это тоже один из очень известных художников. И этот портрет Сергея Есенина также считается наиболее полноотражающим его духовный мир, его глубокую связь с русским народом, со своей страной. В принципе, выставка, которая посвящена 50-летию, она еще объединяет, показывает любовь действительно людей к поэту от самых маленьких до самых взрослых. То есть они делали поэт о посвящении, например, в 65-м году, когда Есенин, ну, конечно, уже не считался запрещенным поэтом, но был еще не до такой степени известен, дети из мультичинской школы сделали вот такое вот полотно, вышли его сами. Вот. То есть ему сейчас уже тоже 50 лет. То есть есть и другие отзывы о том, что нужно организовать здесь музей. И работы, посвященные Есенин, приходят постоянно в музей как дар. Надо сказать, что сам музей в этом году тоже празднует юбилей – 50 лет. И, по словам сотрудников, люди до сих пор приносят свои посвящения поэту. Большинство все-таки русских людей, они очень тесно связаны с Россией, то есть душа каждого человека связана корнями с нашей землей. И поэзия Сергея Есенина, она тоже фактически выросла из духовной поэзии, души русского человека, поэтому она близка каждому из нас. Ну и, на мой взгляд, каждый человек может в поэзии Есенина найти что-то для себя. Какой-то ответ на вопрос или комментарий к сегодняшним событиям, она до сих пор актуальна, она не потеряла ни своей красоты, ни новизны, ни пользы. И, конечно, у каждого есть любимые есенинские строки. Несказанная синяя нежная тих мой край после бурь, после гроз. И душа моя поле безбрежная, дышит запахом меда и роз. Я утих, годы сделали дело, но того, что прошло, не клянул. Словно тройка коней оголтелая прокатилась через всю страну. Напылили кругом, накопытили и пропали сквозь дьявольский свист. А теперь вот в лесной обители даже слышно, как падает лист. Риме Казаковой принадлежат строки, которые перекликаются с размышлениями философа и публициста Ивана Ильина о гениях и родине. Есть национальные святыни, к ним любовь щемящая не стынет. Скажешь Пушкин, выдохнешь Есенин. Блок души спасения, потрясения. Потрясения пятен светлых, темных, потрясения. Всем, что жизни значит. До рождения ты рожден и начат. И сегодня пред великим блоком мы стоим в волнении высоком. Всем величим родины великой, родины прекрасной, многоликой. Всем величим, всем, что им воспето, пред величим русского поэта. С вами была программа «Русская культура. Истории О». С вами была программа «Русская культура». Редактор субтитров А.Семкин